В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях, громких арестах, масштабных спецоперациях и подведем криминальные итоги недели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самарские полицейские обнаружили незаконную врезку в нефтепроводах в Ростянском районе. Сотрудникам Управления экономической безопасности поступила информация, что ночью к одному и тому же месту регулярно приезжает грузовик с ЦСРНой. В нее сливают топливо. Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР и регионального управления Росгвардии задержали четверых мужчин в момент кражи. Еще один подозреваемый попытался скрыться. Еще один подозреваемый попытался скрыться с места преступления, но впоследствии был задержан. Вместе с предполагаемым организатором группы. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Погода нелетная в Самаре. В понедельник упал самолет. Легкомоторное воздушное судно потерпело крушение в экватории Волги в районе набережной Уладьи. Примерно в 11 часов утра. Сотрудники поисково-спасательной службы находились рядом и вытащили гидросамолет на берег. Все ли в порядке с пилотом, узнала наша съемочная группа. Сегодня неопознанный летающий объект стал опознанным плавающим. На Волге гидроплан, на котором производили испытания новой системы, попал в воздушно-водное происшествие. В интернете сразу появилось множество слухов. И гидроплан к дну пускали, и пилоту с пассажиром травму приписывали. Но сам пострадавший всех успокаивает. Повреждения только у аппарата. Так как еще уже успели слухи, что там и тонул самолет, и все, и там травма, не травма, все живы-здоровы, все в порядке. По предварительным данным самолет пытался взлететь, но из-за высокой волны не выдержала стойка двигателя, размещающегося над кабиной, и винт повредил корпус судна, которое стало тонуть. Происходящее увидели сотрудники одной станции ПСС по Самарской области, находящейся неподалеку от места происшествия. Спасатели подъехали на катере гидросамолету, подняли пилота и пассажиры, которым оказался гражданин Швейцарии, на борт. А воздушное судно отбуксировали на берег. Пилот пытался совершить взлет с воды, и левым винтом ударился о воду, повредив фюзеляж. На месте происшествия работают следователи Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Проводится доследственная проверка. Спасательные работы на акватории были окончены в 10.50. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. Смертельное ДТП в ночь на четверг. Трагедия случилась на Ракитовском шоссе. Легковой автомобиль вылетел на обочину и врезался в дерево. От удара машина превратилась в груду металла. Водитель, которому был 21 год, погиб на месте от полученных травм. Из машины его достали спасатели, которым потребовалось около часа, чтобы рожать и разрезать смятый автомобиль. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. В двух регионах по Волжье, в Самарской и Оренбургской областях, начались учения спецназа. В них участвуют более 600 военнослужащих и свыше 120 единиц военной техники. Подразделения в ночное время были подняты по тревоге, приведены в состояние боевой готовности, чтобы провести разведку на незнакомой местности. По легенде, спецназовцам предстояло обнаружить базы незаконных вооруженных формирований, где проходят тренировки боевиков, и навести на них огонь артиллерии. При этом при перемещении по незнакомой местности бойцы спецназа постоянно наталкивались на засады и налеты противника. Учения завершились в пятницу. Профессиональные навыки отработали и миротворцы. Военные отразили атаку боевиков на гуманитарную колонну. В учениях приняли участие более 500 военнослужащих, свыше 70 единиц военной техники. Оперативно прибыть к месту назначения, создать буферные зоны, организовать охрану и оборону важных административных и промышленных объектов. Целую неделю солдаты, сержанты и офицеры выполняли боевые задачи. На завершающем этапе миротворцы отработали действия по сопровождению колонны с гуманитарным грузом и отражению атаки боевиков. Утренний переполох. В Самарском университете в среду отменили занятия. Студентов и сотрудников эвакуировали. В полицию поступило сообщение. На территории вуза нашли подозрительный пакет. На место происшествия приехали саперы, ОМОН, Росгвардии, спасатели и медики. Мы вообще сказали, что нашли муляж бомбы. Мы на физкультуре были, потом узнали, что эвакуировали весь корпус, а у нас должна была быть пара начаться уже. Сейчас только в другие корпуса этот корпус эвакуировали, вот отцепили. Ну и сразу вот приехали милиция, полиция, скорая помощь, пожарная. Вскоре выяснилась тревога ложная. Найденный пакет не опасен. Просто кто-то не донес его до урны. Внутри был мусор. Бил жертв по лицу и отнимал золотые цепочки. Жители Самары подозревают в серии грабежей. По версии следствия, ранее судимый молодой человек напал как минимум на двух женщин. Ограбил работницу цветочного магазина и посетительницу кафе на Авроре. Во втором случае похищенные украшения стоили почти 40 тысяч рублей. Сообщается, что предполагаемому грабителю всего 16 лет. Преступник действовал по одной схеме. Он подходил к своей жертве, наносил удар по лицу, после чего срывал золотое украшение. Так, 26 июля на улице аэродромной пострадала женщина. И 10 сентября в районе автостанции Аврора также у женщины была сорвана золотая цепочка. По мнению силовиков, подозреваемый может быть причастен и к другим подобным преступлениям. Всех тех, кто пострадал от рук этого человека, просят обратиться в полицию по телефонам, указанным на экране. Взял в руки топор и напал на двойную сплошную. На кадрах любительской съемки видно, как неизвестный пытается разрубить разметку посреди проезжей части на улице Громовой в Тольятти. Свидетели странного происшествия предположили, что асфальта РУП работает в кафе напротив, в которое из-за этой разметки довольно трудно попасть. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин